Всемирный день борьбы с псориазом отмечается 29 октября по инициативе Международной Федерации Ассоциации Псориаза. Этот день посвящен людям, страдающим псориазом или псориатическим артритом, и направлен на повышение осведомленности населения о данной проблеме. Сегодня у нас в гостях Ольга Святославовна Богатко, врач-дерматовенеролог, заведующая отделением для госпитализации больных крепковыми заболеваниями и чесоткой Брестского областного кожно-венерологического диспансера. Доброе утро. Доброе утро. Ольга Святославовна, расскажите вообще, что такое псориаз? Псориаз – это хроническое кожное заболевание, неинфекционной природы. Это важно, потому что многие люди считают, что псориазом можно заразиться, его можно где-то подхватить в каких-то общественных местах при контакте с другими пациентами, страдающим этим заболеванием. На самом деле это не так. Это хроническое заболевание кожи, неинфекционной природы. А какие, в принципе, причины появления псориаза у людей? Причины возникновения могут быть разные. Одной причины неизвестно до сих пор. Это может быть наследственный фактор. То есть в семье часто прослеживается наследование этого заболевания как по одной, так и по обеим сторонам у родителей. Это может быть перенесенные тяжелые инфекционные заболевания. Это могут быть стрессы, часто являются провокационным агентом. Также прием некоторых медикаментозных препаратов, длительный прием медикаментозных препаратов. Но одной, повторюсь, четкой причины неизвестно. Это может быть комплекс, это мультифакториальные причины. Если же все-таки причины, по которым появляется псориаз, от нас, скажем так, не зависят. Можно ли как-то тогда предупредить эту болезнь? К сожалению, предупредить эту болезнь нельзя. Мы можем рекомендовать здоровый образ жизни, оберегаться от стрессов, правильное питание, потому что от питания также зависит состояние нашей кожи в принципе, а уж тем более не хронические кожные заболевания. Прививки, к сожалению, на сегодняшний день от псориаза нет. Ольга Святославовна, какие современные методы лечения или средства существуют для лечения этой болезни? Лечение псориаза – это комплекс мероприятий. Это как наружное лечение, это физиопроцедуры, это и препараты для приема внутрь. В августе 2022 года вышли новые протоколы лечения, одобренные Минздравом в Республике Беларусь, где, наверное, пожалуй, я не буду вдаваться прямо в препараты, но сейчас лечение направлено по европейским протоколам. К сожалению, это получается, что, в принципе, натура человека такова, что мы начинаем, мы сначально занимаемся самолечением. И это касается и других болезней, также и касается псориаза. Допустим, какие последствия могут быть после такого самолечения домашнего? Последствиями самолечения у псориаза это могут быть осложнения в виде псориатических эритродерми, когда поражается практически вся кожа и не остаётся участков здоровой кожи. Это также могут быть псориатические артриты, псориаз ногтей, изменение ногтевых пластин, которые часто люди путают с грибком, начинают лечиться противогрибковыми препаратами, хотя на самом деле там может быть псориаз ногтей, и это должно быть подтверждено лабораторно. Даже взглядом опытный дерматолог есть симптомы, когда он может предположить, но подтверждение должно быть лабораторное. Также очень часто сталкиваемся с такой проблемой, когда пациенты начинают лечиться с масс-маркетов, с маркетплейсов, китайскими мазями, состава которых до конца не знает, в том числе и врач, потому что в трудности перевода, не зная языка, и там в составе могут быть сильно активные гормоны высокого класса активности, которые также нельзя применять длительными курсами, что тоже не может не сказаться на последствиях, не может не вызывать этих последствий, и длительный приём высокоактивных гормональных мазей может приводить к развитию атрофии кожи в том числе. Даже есть такой термин, как псориатический сепсис, который чреват летальным исходом. А вот какие признаки проявления псориаза, когда нужно уже начинать бить тревогу и отправляться за медицинской помощью к врачу? Бить тревогу не стоит, но в любом случае, если у вас на коже появились какие-то изменения, которых не было никогда ранее, всегда нужно обратиться к специалисту, потому что это может казаться для обычного человека банальным чем-то, на самом деле это может быть первым тревожным звоночком, который поможет определить дальнейшую тактику только специалисту. Возможно, это какое-то ошибочное убеждение по поводу того, что когда начинается псориаз, он в первую очередь начинает отправляться вот на коленях, на локтях, ну как мы, в принципе, замечаем у других людей. Правда ли это, что это такие первые признаки? Это не всегда так, это излюбленные места локализации псориаза, локти и колени, да, но есть часто инверсный псориаз, это псориаз глубоких складок, который может проявляться на половых органах, это тоже часто первое место локализации, люди часто стесняются об этом сказать, пока не появится в других местах, поэтому любые места, мы врачи, дерматовенерологи, мы видели всё, нас стесняться не стоит, поэтому обращаться, где бы ни были высыпания. С какими трудностями вообще сталкивается человек с псориазом? Чаще всего это, наверное, социальные причины. Люди стесняются, люди носят закрытую одежду, люди избегают каких-то общественных мест, где можно показать кожные покровы. Наверное, в полной мере ощутить дискомфорт пациентов, страдающих этим заболеванием, может только тот, кто страдает этим заболеванием. Но, как правило, если нет осложнений, и процесс ограничен кожей, это может быть зуд, это может быть болезненность, если выражена инфильтрация, то есть воспаление в коже. И если осложнение, то псориаз, псориатический артрит часто приводит к инвалидности. Что касается трудностей, которые отягощают жизнь людей, которые больны псориазом, есть ли какие-то повседневные занятия, заниматься которыми им противопоказано? Может быть, занятия спортом или что-то такое? Есть ли какие-то ограничения для таких людей? Да, нагружать суставы при псориатическом артрите не рекомендуется. Это чаще всего реабилитационные мероприятия, санатории. Очень часто после поездки на море люди возвращаются с чистой кожи и уходят боли в суставах. То есть можно купаться спокойно, ходить в бассейн. Эти люди могут с нами. Самое главное, наверное, сейчас обратить внимание на наших телезрителей, чтобы они, наверное, не пугались людей, у которых есть какие-то кожные высыпания, чтобы они не переживали по этому поводу. Да, совершенно верно. Хочу подметить то, что нельзя бояться, ни в коем случае нельзя бояться людей с псориазом. Это усиливает как раз этот социальный фактор, когда люди чувствуют себя некомфортно. Люди с псориазом, они не заразны. Они такие же, как и мы с вами. Абсолютно не стоит делать акцента на этом даже. Ольга Святославовна, существуют ли какие-то ограничения питания для больных псориазом? Может, что-то нужно исключить из рациона? Специфической диеты, специализированной при псориазе нет. Но есть факторы погрешности в питании, которые не причина, но триггерным фактором могут сработать. Это алкоголь, это маринады, соленья, это всё, что любят, наверное, все дети-подростки, чипсы, кола, всё, что содержит густамат натрия, химические усилители вкуса, маринады, соленья, копчёности, погрешности. В принципе, то, что не является здоровым питанием, вот это может провоцировать обострение псориаза. Если же всё-таки соблюдать все рекомендации врача, исключить какие-то продукты питания, алкоголь, всё, что может как-то провоцировать регрессию, можно ли вообще, в принципе, излечиться? Это, наверное, самый важный вопрос. Либо хотя бы в ремиссию уйти в этом заболевании? Уйти в ремиссию – это наша цель. Излечиться от псориаза полностью нельзя. Но известны случаи, когда как внезапно он возник, так внезапно он исчез. И у меня есть такие пациенты, которые псориаз, например, появился на фоне сильного стресса после ДТП, и через 20 лет случился опять сильный стресс и ДТП, и точно так же внезапно псориаз исчез. Это мой пациент, это реальный случай. Поэтому здесь предугадать и спрогнозировать невозможно. Но лечение псориаза на современном этапе направлено на достижение как можно длительной ремиссии. Ольга Святославовна, сегодня во Всемирный день борьбы с псориазом у нас есть такая возможность обратиться к телезрителям, может быть, как-то их предостеречь, а кого-то, наоборот, предостеречь, что эта болезнь действительно не опасна, и тем самым улучшить жизнь людей, которые больны псориазом. Да, я хотела бы обратиться к пациентам, которые страдают этим заболеванием. Не заниматься самолечением. Это очень важно. Важные факторы — это оберегаться от стресса, насколько это возможно в современном этапе. это придерживаться всё-таки правильного питания и показываться, показываться врачу, дерматологу. Даже если вы знаете, как справляться с этим заболеванием, всё равно нужно показаться, чтобы врач убедился, что вы всё делаете правильно и расскажет о современных методах лечения, появлении новых препаратов и даже реабилитации, санаториев, поездок на море. Врач подскажет всегда. Поэтому всегда не выпадать из поля зрения от врача-дерматогенеролога. Ну что ж, большое спасибо, что сегодня утром вы присоединились к нам, что рассказали столько много всего интересного, полезного. Я надеюсь, что многие наши телезрители, у которых есть какие-то вопросы, есть какие-то высыпания на коже, они не будут заниматься самолечением и обязательно обратятся к врачам за профессиональной медицинской помощью. Спасибо вам. Спасибо ещё раз. Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях была Ольга Святославовна Богатко, врач-дерматовенеролог, заведующая отделением для госпитализации больных грибковыми заболеваниями и чесоткой Брестского областного кожного венерологического диспансера. Ольга Святославовна Богатко,